Уже 1 сентября двери Брестского городского центра дополнительного образования детей и молодежи будут открыты для всех. Ежегодно здесь занимается более тысячи мальчишек и девчонок. И зачастую бывают случаи, когда, придя в центр дополнительного образования, однажды они остаются в рядах активных и талантливых учеников до самого конца обучения. И неудивительно, ведь учреждение образования дает ребятам те знания и умения, к которым они стремятся. Кроме того, здесь огромный выбор кружков по душе. В нашем центре ежегодно занимается почти 3000 учащихся по разным направлениям деятельности. Здесь и поют, и танцуют, и рисуют, и ходят в походы, и занимаются техническим творчеством, информатикой. Каждому ребенку найдется занятие по душе. И, конечно, учреждение дополнительного образования города Бреста, как и все учреждения, как и вся система образования, в нашей республике готовится к началу учебного года. Как и в других учреждениях образования, в центре дополнительного образования проводятся различного рода ремонтные работы. Это и покраска стены, пола в танцевальных залах, лакокрасочным покрытием, уборка рабочих кабинетов, мытье окон и многое другое. И вся эта работа проделывается в первую очередь для комфорта детей, ведь когда комфортно, то и обучение проходит легко и качественно. Хочется, чтобы вообще все дети занимались в красоте, в чистоте. Они сами приучаются к этому, к созданию уюта, красоты. И это, я думаю, что очень полезно вообще на протяжении всей своей жизни, создавать условия для такого комфортного пребывания детей. Отрадно, что для того, чтобы создать поистине комфортные условия, привлекаются не специальные строительные бригады. На помощь выходят сами педагоги, которые непосредственно с 1 сентября будут работать с мальчишками и девчонками. А они-то точно знают, как не только создать уют, но и настроить ребят на рабочую атмосферу. Каждому ребенку и родителю в начале учебного года очень приятно будет зайти в чистое, убранное, подготовленное помещение для своих детей. Это и организует рабочий процесс, рабочую обстановку. Мы тоже стараемся не отставать от школ, от других учреждений образования. Мы всегда ждем своих учеников, детей, родителей. Мы тоже убираем, приводим в порядок кабинеты, моем окна, столы, парты, полочки. Все раскладываем, как говорится, по полочкам, приводим мольберты в порядок. Ну, у нас в нашем кабинете образцовой студии, у нас есть подсобка, там тоже очень много детских работ. Мы их тоже систематизируем по темам, и папочки приводим в порядок, чтобы потом нам легче было подготовиться и к урокам, к учебному процессу. К слову, менее месяц остается до начала нового учебного года. Подготовка Центра дополнительного образования детей и молодежи уже выполнена на 99%. Тот самый 1% – это еще раз все тщательно проверить и убедиться, что 1 сентября мальчишкам и девчонкам здесь будет комфортно.